Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Том 11. Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2482. Считаете ли вы, как представитель своей церкви, что участие в войне несовместимо с ношением звания христианин? Если да, то назовите документ или постановление, согласно которому членам вашей церкви запрещалось бы брать в руки оружие, отвечает митрополит Кирилл. Война является физическим проявлением скрытого духовного недуга человечества, братоубийственной ненависти, которая описана в самом начале Библии. К сожалению, воины сопровождали всю историю человечества после грехопадения и, по слову Евангелия, будут сопровождать ее и далее. Цитата. Признавая войну злом, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается, хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к войнам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность ближних. Многих воинов святая церковь причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа. Цитата. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие Тана, 15 глава, 13 стих. «Отвечает Игнатий Лапкин, каких таких воинов церковь причислила за кровь к лику святых? Если Александра Невского, то мы такого не знаем, а знаем постриженного с именем Алексея. Взял бы, да и назвал Кирилл, так сказать, этих многих. Проще сказать, по Писанию мы не знаем ни одного, а не только, как бы, многих. Кого бы ни назвали, они все прославлены за мученищество, как Георгий Победоносец. А вот за то, что не брали в руки оружие, вот за это прославлены. Так как за это именно они казнены были. 7 ноября, день памяти Иерона. Царствование Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века. Повелел записать в войско всех годных к военной службе мужей и юношей. Но, цитируется, Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Конец цитаты. Страница 136. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белой одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом. Спасение, Иерон, благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать. Конец цитаты. 21 апреля. Мученик Феодор. Страница 314. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор. На военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак. То есть форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил его с себя, сказав, я ознаменован от чрева матери моей, моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя. И был казнен. 3 февраля. Роман углический. Не хотел сопротивляться Батыю. Страница 38. Цитата. Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Конец цитаты. 19 августа Андрей Стратиллат. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас. Но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, и говоря, Господи Иисусе Христе, приими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои. Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя, как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц. Но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили, пострадали в воскресный день, во втором часу дня. Конец цитировано. Тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся поступки те. Придумали Ушакова Феодора, адмирала коммунизировать. Не по заказу ли Министерство обороны? Это уже совершенное безумие. Откуда и как могли узнать, что он в раю? Да и зачем это нужно сегодня знать? Тогда для чего нужен суд Божий, если дедушки с весьма подпорченными и подмоченными биографиями решили, и так и должно быть? Старообрядцы кучей начали своих канонизировать. А католики даже просто архитектора храма провели по табелю во святые. А Господь таких канонизаторов бьет по рукам. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.